Днём рождения аэропорта Курган считается 1 августа 1928 года. Тогда был совершён первый регулярный почтовый рейс. За 90 лет у аэропорта были взлёты и падения. Пик пассажиропотока пришёлся на 1974 год. Только тогда вылетело из Кургана 288 тысяч человек. 120 тысяч из них улетели по линиям союзного назначения, остальные по Курганской области. В 90-е годы прошлого века пассажиропоток в Кургане пошёл на спад. Ожидаемое количество пассажиров в этом году – около 88 тысяч человек. Но если сравнивать с прошлым годом, наблюдается рост на 50%. Вообще аэропорт – это всегда показатель работы региона в целом. То есть если увеличивается пассажиропоток, значит возрастает деловая активность, значит возрастает валовый региональный продукт того субъекта, в котором аэропорт существует. И я, в общем-то, рад не только за самый аэропорт, что мы 90 лет живы, работаем, но и за Курганскую область. Благодарность от главы региона коллективу аэропорта Курган вручил первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев. Загрузка аэропорта будет расти. Расти будет не только то, что будет пройти с областью, но и по другим направлениям. Во-первых, у аэропорта есть область, который был заинтересован для того, чтобы расти обороты, финансное состояние улучшалось. Ну и, естественно, мы заинтересованы. Ну, вот первая задача, конечно, это на Москву второй есть организация, как можно быстрее. Организация второго регулярного рейса до Москвы – не единственный план, который есть у правительства региона в отношении аэропорта. Мы с несколькими операторами, включая нашего основного Почты России, переговоры уже вели, и раунд был не единственный. Интерес есть. В связи с развитием, в первую очередь, Почты России, наше территориальное положение будет не просто замечено, мы уже на нем акцент сделали. И мы можем стать частью регионального сообщения для удобства и почтовых отправлений, и посылок. Руководство аэропорта вручило в честь праздника своим сотрудникам награды за добросовестный труд. К слову, сегодня на предприятии трудится порядка 160 человек. Есть как молодые специалисты, так и ветераны. Так, Игорь Лопарев пришел в аэропорт почти 30 лет назад водителем. Сегодня он начальник аэродромной службы. Ну, я планировал еще со школы связать свою деятельность трудовую с гражданской авиацией. Ну, и так, так и получилось. У меня образование автомобильный транспорт. Я после того, как закончил КГУ, работал начальником службы спецтранспорта. И потом, после объединения службы аэродромной службы спецтранспорта, я стал начальником аэродромной службы. Игорь Лопарев отмечает, что за 30 лет аэропорт изменился в лучшую сторону. Обновилась техника покрытия взлетной полосы. Многие из тех, кто работает сегодня в аэропорте, имеют приличный стаж и не торопятся покидать свои рабочие места. Коллектив слаженный, а работа приносит удовольствие. Антон Киженков, Ульяна Чапала, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру